Всем привет! Это Таня Матаня. Заканчивается учебный год. Что же делать? Какие шаги предпринять? Даже если у вас хорошие оценки на пятерки закончили первый и второй класс, это не показатель того, что не нужно ничего делать. Потому что иногда кажется, что у ребенка все получается, а оценки сейчас не показатель знаний. Да и зачастую, особенно в начальной школе, это не показатель того, как усвоен материал. Поэтому, что теперь к концу года маме стоит сделать? Это проанализировать ситуацию, которая складывается у ребенка. Что ребенок не усвоил и что у ребенка не получается. Как это сделать? Один способ это провести вот такую аттестацию. Есть много пособий, они, как правило, ориентированы на учителей, и учителя эти аттестации проводят для себя. Такие промежуточные. Вот у меня есть для вторых классов. В первом и втором классе обязательно это нужно сделать. Потому что вы никак не можете оценить то, что с ним происходит. Вот такие аттестации, они вам покажут, где дырки. То есть сделать такое тестирование, в котором вы увидите, а здесь-то ребенок вообще ничего не понял. Дальше. Проанализируйте вот сейчас перед тем, как сдать учебник с ребенком. Вот просто сделайте проместовку учебника. То есть берете и по правилам. Ой, как-то интересно проходил. Ой, а что это за тема такая? Жиши, не буду там с буквой И, там буква Ёл где-нибудь, там после шипящих. То есть какие-то правила вот так вот прям налистайте. А что это за тема? Чтобы ребенок рассказал, понял он, не понял, а как пишется. То есть понимаете, вот прям просто полистайте вот учебник перед тем, как его сдать. И вы увидите, что некоторые темы ребенок как будто первый раз слышит. Вы это все записываете, что он не усвоил. Потому что этим вы будете заниматься дальше. Следующий способ это анализ тетради. Берете все тетради, которые были, потому что я не выбрасываю, я только в конце года выбрасываю, когда уже посмотрю. И делаете кропотливую работу. Прям берете табличку и пишите название проблемы, пропуск буквы, неаккуратное прописание таких-то конкретных букв. Когда вот не просто некрасивый почерк, это вообще ни о чем. Вы не решите проблему, когда у вас просто почерк некрасивый. А что неправильно? Неправильный наклон, буквы выскакивают из строки. То есть, понимаете, посмотрите на слова и опишите, что с ними происходит, с этими словами. Если совсем катастрофические, то эти тетрадки вам пригодятся. Я сейчас дальше расскажу, зачем. И вот эти вот ошибочки. Зеркальное отражение буквы, какие-то буквы не дописывает. И там буквы Щ, там хвостик не дописывает. Вот это все, значит, пишите и частота повторения. То есть, пишите, например, буквы Щ. Вот это просто наш случай. Я пишу так. То есть, я смотрю тетрадку. И прям раз, два, три встретилось. То есть, понимаете, насколько часто это? Случайно ли это ошибка? Либо постоянное. У некоторых будет длинный список, у некоторых короткий. Но это список по тому, что вы будете делать. Если вы видите, что этот список слишком длинный, и вы, как мама, не сможете ничего делать, то вам нужно идти по следующему пути. Вы берете свои тетрадки и проходите диагностику специалиста. Конечно же, каждому бы хорошо пройти, потому что, в принципе, что-то подкорректировать, что-то сделать. Есть у каждого ребенка. Где-то что-то всегда выскакивает. Но не все имеют финансовую возможность, время не все имеют. У всех разные ресурсы. У некоторых нет просто, я не знаю, я всегда представляю себе пустыню, один домик в глуши, но есть интернет, раз вы меня смотрите. Ну, то есть, ну, нет специалиста рядом, к которому обратиться. Но раз есть интернет, можно и уроки какие-то узнать, и что-то заказать, чтобы тебе пришло какие-то пособия и так далее. Второй путь – это идти по пути самостоятельного обучения. То есть, ну, то, как я занимаюсь, потому что у нас небольшой список, но он был. Даже с нашими пятерками, он был. И под эти ошибки подбирать материал. Я подбирала материал после первого класса под диктанты, после второго контрольное списывание диктанты. Я подбирала, мы пропускали буквы. Я подбирала материал, вот с буквой 6 у нас были проблемы, и я поэтому подбирала материал. То есть, я проанализировала, посмотрела, что, и уже подбирала материал. Вот я сейчас это видео снимаю, и в следующем видео я покажу все коррекционные пособия, которые у меня есть. Вот просто в кучу соберу, по которым мы занимались и что мы делали. И я надеюсь, что какие-то пособия вам будут в помощь, если наши ошибки совпадают с вашими ошибками. И путь для вас будет проторенной дорожкой. Если же нет, то это не значит, что вам нужно заниматься, как я. То есть, вам нужно найти свой путь и свои пособия, и здесь уже интернет вам в помощь. Потому что, вот как вы видите проблему, там, буквы скачут туда-сюда. Не просто, как исправить почерк, а именно конкретную проблему вы вписываете и ищете ее. Вы найдете ответ, вы найдете материал, вы все подберете. Если что, смотрите мои видео, я буду стараться такие подсказки делать и помогать вам. Следующее, что нужно сделать обязательно, кроме обучения, обязательно восстановление здоровья ребенка. То есть, период вот сейчас летний, первое, с чего нужно начать, это восстановить тело ребенка. У каждого ребенка проблемы обязательно будут. Несмотря на то, что вы парту хорошую подобрали, несмотря на то, что там вот все вы вроде обеспечили, и вам кажется даже, что у ребенка и нет таких проблем. Они есть, где-то есть зажибы. Потому что много часов сидеть в школе, даже просто на уроках, все равно они есть. Поэтому остеопат, массаж, все это нужно сделать обязательно после школы, чтобы ребенок вправил свое тело. Зрение, да, потому что иногда не сразу замечается, особенно после первого класса, что начинается падение зрения. Ребенок вроде щурится, смотрит, читает как-то по-другому. Присмотритесь, займитесь этими вопросами. Массажи рук, кистей, плечи, спины, все это нужно делать, восстанавливать. Вы самостоятельно какие-то, может быть, вы тоже видео найдете. Я вот находила сам массаж в инстаграме тогда, к сожалению, сейчас не могу ссылкой поделиться. Я его делала, и курс массажиста я проходила, и каждый год я практически стараюсь детям своим делать летный массаж. Больше купайтесь, больше гуляйте, и поменьше гаджетов. Но это уж такие простые рекомендации. Мои хорошие, впереди каникулы. Я вас настраиваю и на отдых, и на то, чтобы это время использовать с пользой для того, чтобы что-то нагнать, что-то не упустить. Потому что к началу учебного следующего года не накопить багаж ошибок, да, то есть взять прошлые и новые еще приобрести, а хотя бы скинуть те проблемы, которые уже есть. Тем более, вот я, например, с буквой Щ, я до сих пор занимаюсь. То есть, когда есть во все каникулы, вот я там не дошла до конца, я к этой теме возвращаюсь. То есть, давай-давай еще раз попробуем, и как бы он вспоминает. Особенно вот заканчиваются каникулы, и один день вот перед учебой мы все время что-то повторяем, какое-то упражнение делаем, чтобы вот наши ошибки проработать, вспомнить. Да, то есть у нас пропуск букв, да, я говорила уже, безударные гласные у нас ушли. И хотя тоже была такая проблема, я делала тему, как определять не по школьному. Таня Матань, надеюсь, мои рекомендации вам помогут, и вы немножко сконцентрируйте внимание на конкретных ваших вопросах. Всем пока! Продолжение следует...